МИСИЯ! 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 Он контуально перелетит в свою флотку в интер депутату парламенту, Дома Владимира Односталко. Добрый день! Опять мы протестуем. Опять мы протестуем. Не от хорошей жизни, как говорит министр. Депутаты ПАС, представители министерства Рассказывают о том, что вы, мы все живем лучше. О том, что хлеб дешевле. О том, что порог по 10 лень. И о том, что вам вообще много дают денег. Эта власть обещала тем пенсионерам, которые за нее проголосовали. А это больше 300 тысяч людей пенсионного возраста в 21-м году Посадили этих людей в креслах. Для того, чтобы им было, чтобы эти люди сделали что-то хорошее для страны. Но они сделали хорошее только для себя. Только для себя любимых. Потому что пенсия не повышает на проценты, А зарплаты себе на десятки и десятки тысяч. Для них сегодня кто такой пенсионер? Голодный, холодный, больной, с пустой кастрюлей. Вот кто такой для них сегодня пенсионер. Вот это вот... Извините. Вот это вот такой образ пенсионеров. Это разве нормально? Нет! Такое впечатление, что у этих людей нет ни бабушек, ни дедушек, ни родителей. Либо они все живут не в Молдове. И покупают продукты на евро, потому что живут где-то в Европе. А вы все, мы все нужны только в один день. Это в день выборов, когда надо пойти и проголосовать за пас и за санту. Эти люди считают, что пенсионеров должно быть меньше. И мы видим почему. Цены повышаются, нет услуги. Вон то здание там сидит. Министр правоохранения, так называемые. Повышаются. Все в стране растет. То есть тут к элементарным вещам сужаются. Вот они считают, что это норма. Разве это норма? Разве так должно быть? Должно быть элементарное уважение. То, чего нет. Наша фракция в парламенте не раз предлагала и будет предлагать решение. На это все деньги есть. Но им выгоднее купить тысячу патронов, чем пуханку хлеба. Им лучше купить оружие для того, чтобы вот здесь, когда мы есть, шесть патрульных машин находятся. Они вас боятся. Пенсионеров вытащили десятки полицейских. Разве это нормальная власть? Зачем пенсионеру платить? Лучше силовая инструктура не на оружие деньги потратить. Для того, чтобы пенсионеры молчали. К сожалению, это ненормально. Мы и дальше будем. Не давайте спокойно жить. Потому что так, дальше нельзя. Шесть процентов это плевок в лицо. Шесть процентов это голод. Шесть процентов это те деньги, пусть они живут. Пусть подношают зарплаты себе на шесть процентов. Они как, они это делают на десятки, десятки тысяч. Уважаемые пенсионеры, уважаемые бабушки и дедушки. Спасибо вам за борьбу. Спасибо за то, что вы сами мобилизуете. Спасибо за то, что нас мобилизуете на эту борьбу. Мы и дальше будем приходить и помнить жизнь этим людям. Потому что они заслужили это. А не вы. Те, кто строил эту страну. Те, кто строил это здание, где они находятся. Спасибо большое. Шесть процентов, состынивающих губернгей. Мой лучший мертв! 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 Протестия на Соконзине, протестия Пашниче. Шиня Парат, но и вам оптини Виктория. С СКП Молдова, Дель Чест, Реджим Галбин. Дивизия! 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 Спасибо каждому. Увидимся на следующем протесте. Продолжение следует... Продолжение следует...